Все-таки какой кайф компьютер, я вам говорю. Я бы, наверное, вообще с ума сошел, если бы у меня не было компьютера. Мне хоть и 50 лет, но я все равно играю в компьютерные игрушки. А играю я в компьютерные игрушки, сейчас вам скажу, с 80-х еще годов. Я еще за границей, в Чехословакии, в то еще жил в советские времена с родителями. Я детство провел в Европе. И там я уже ходил на игровые автоматы, где были экспертные компьютерные игры. И все, я так влюбился. Потом приехал к Феодосию и ходил в компьютерный кружок в 88-м году. Были на кассетах БК-0010 такие, с кассет заводились. А потом у меня появился The X-Spectrum. Это такой аналог английского компьютера Синклер. И на кассетах были уже иностранные игрушки. Это было так круто вообще, к телевизору подключали. Это да, было. Но вот дожился до хорошего компа. Потом поменяю процессор, у меня AMD процессор на 8-ядерный потом поменяю. Ну, пойдет, пойдет. Поиграться можно. Даже в современные кое-как можно поиграться. Да, и чем, что я скажу, вообще компьютерные игры очень выручают. И ничего в этом плохого нет. Это лучше, чем бухать где-то там, валяться в грязи. Лучше поиграть. А я и бухал, и валялся в грязи, всякое было в жизни. Лучше поиграть в игру. И целее будешь, и дома сидишь. И вообще компьютерные игры очень хорошо сублимировать, когда у тебя нет, ну, нет женщины, нету семьи. И, ну, и чтобы не заниматься всяким алкоголизмом и прочими грехами, то лучше дома поиграть. Поэтому всем советую, если вам скучно, завладите себе компьютер или ноутбук, или хотя бы там мобильник и играйте. Это очень отвлекает. Очень отвлекает вообще от депрессии, от всего. На мне лично проверено. Не будь компьютером, не знаю, что бы было. Поэтому мне нравятся компьютерные игры, если хорошие, это произведение искусства, это не просто, это правило, играешь, особенно такие вот игры, как это, играешь, как будто ты книгу какую-то фантастическую читаешь. То есть, ну, там разные стили, разные жанры, разным людям нравятся. Но вообще компьютерные игры очень сильно спасают от одиночества, особенно вот в такую слякоть, когда нет общения с людьми. Да, у меня нет общения с людьми. У меня нет общения с людьми практически. Ну, такая вот обратная сторона крымской зимы. Да, здесь такое есть. Все запираются, все не общаются.